Немецкая компания долго пыталась найти партнёров в Турции, и ей это удалось здесь, в Эстонии. В вечерний час пик в улице в центре Таллина заполонили велосипедисты. В акции, призывающие автомобилистов пересесть на двухколёсных коней, приняли участие сотни любителей велосипедной езды. По ценке организаторов этот эксперимент позволяет оценить истинную культуру движения на дорогах, а также доказать, что велосипедисты не мешают дорожному движению и не нарушают правила. Новости спорта. В Киеве завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Эстонскую команду представляли сёстры-близнецы Богдановы. Занять высокие места им не удалось, но в рейтинге прессы они попали в десятку самых изящных. Меня зовут Ольга, меня зовут Виктория. Мы двойняшки, мы живём в городе Таллине, занимаемся художественной гимнастикой уже 13 лет. Отличить двойняшек нелегко не только судям, но и наставникам. С детства Оля и Вика занимаются вместе и почти на всех чемпионатах выступают вдвоём. В Киеве Вика заняла 43-е место, Оля 47-е из 97 участниц. Но свои выступления они оценивают объективно. Я довольна, как я выступала, потому что мне сказали, что я поеду всего за три дня до соревнования. Это было, конечно, неожиданно и было тяжело. И спасибо большое моему хореографу Викторию Викторовичу Воронину и тренеру Ларисе Горбуновой, которая помогла мне справиться с нервами и поддерживала меня. Конечно, результатами мы не очень довольны. У нас были ошибки, которые судьи всё-таки заметили, поэтому нам поставили не очень высокие оценки. Но мы будем стремиться и работать дальше, чтобы получить намного выше оценки, попасть в финалы и уже намного выше места занимать. Но не только судьи дают свои оценки. Известная российская газета «Советский спорт» включила близняшек в число самых красивых участниц чемпионата. А это уже показатель. По мнению Горбуновой, Богданову вполне по силам улучшить свои достижения. Если мы так нормально продолжим дальше работу, и они будут ездить на соревнования, то у них шанс есть. Если я возьму первое соревнование «Старт» чемпионата мира «Иринкикос», это было 46-е место. Но вот я начала с ними работать, мы практически с того же самого стартанули. А на следующих соревнованиях она уже была гораздо выше. То есть шанс, конечно, есть. Нашим девушкам подняться на элитный уровень очень тяжело. Мечтой остаётся путёвка на Олимпиаду. А победителями чемпионата мира стали гимнастки из России, завоевавшие в общей сложности 10 медалей, из которых 6 золотых. Вратарь сборной Эстонии по футболу Сергей Порейко возвращается в российский чемпионат. Последний день до заявочной кампании Порейко заключил контракт с клубом «Волга» из Нижнего Новгорода. К своей новой команде вратарь присоединится на следующей неделе после отборочных матчей сборной Эстонии с командами Голландии и Венгрии. Ну, поиски продолжались долго, и, к счастью, всё это закончилось удачно. Заключил контракт с командой «Волга» из Нижнего Новгорода, однолетний. Поэтому все те два месяца, что было упорных тренировок, они не прошли даром. Продолжение следует...